Такой потребности в кислороде, как сейчас, не было никогда. Количество случаев заболевания пневмонии и необходимость в аппаратах искусственного дыхания растет, а вот оборудования не хватает. Первая помощь в закупке кислородных концентраторов была предоставлена больницей водников. Благотворительная организация корпорации «Монстров» уже закупила 68 новых приборов, которые будут переданы в медучреждения. Следующая поставка планируется в Черноморск. Сейчас там всего 4 концентратора на 90 пациентов с пневмонией. Оставшееся оборудование направят в центральные районные больницы. Если 7-8 человек лежит на ИВЛ, то баллоны надо менять каждые 8 минут. И потом где-то их надо хранить. А большое количество баллонов в одном месте хранить нельзя. Это взрывоопасно. Это очень опасно для больницы и для пациентов. Несмотря на то, что в начале апреля город закупил около 200 концентраторов, их все равно не хватает. Принцип действия таких аппаратов отличается от кислородных баллонов. Кислородники работают через розетку, вырабатывая кислород здесь и сейчас, в том количестве, которое необходимо пациенту. Тогда как одной цистерны хватает всего на 20 часов. В Одесской области нет кислородного завода. Из-за этого поставка производится через Киев. Порой появляются задержки, которые могут повлиять на состояние здоровья пациентов. Очень хочется обратиться к одесситам и объяснить им, что они могут помочь в первую очередь своим поведением. Система здравоохранения не готова принимать людей в большом количестве. Уже сегодня у нас есть проблемы с госпитализацией. Уже сегодня есть проблемы с госпитализацией других заболеваний. К доставке кислорода подключились люди со всего мира. Из Новой Зеландии, Англии и Германии. Помочь фонду в сборе средств на закупку кислородных концентраторов можно денежным переводом в любом размере. Также центр приветствует инициативы в виде передачи медикаментов и средств личной гигиены. Информацию о необходимом и реквизиты фонда можно найти на странице корпорации «Монстров» в Фейсбуке. Татьяна Бурумбей, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».